Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Джон Эйков с книгой «Начни, врежь страху по лицу, перестань быть нормальным, займись чем-то стоящим». Эйков это автор бестселлеров и мотивационный спикер в New York Times, у него на сегодняшний день вышло 6 книг, и в них у всех прослеживается одинаковый паттерн в подходе к неймингу этих книг, они называются «Начни», «Заверши», «Сделай заново», «Выйти» и «Книга «Люблю христиан». Википедия говорит о том, что сейчас Эйков пишет свою седьмую книгу, которая выйдет в 2021 году. Ну, учитывая то, что Эйков мотивационный спикер, то всю книгу можно уместить в одно предложение, и будет оно следующим. Люди мечтают о благополучии и успехе, но мало кто из нас решается на активные действия, в этом и есть самый главный бич сегодняшнего дня, именно вот этот первый шаг, одна из самых больших проблем современных активных молодых людей. Однако, Джон говорит, есть набор приемов, которые позволят вам пройти вот этот вот период, начать и из нормальности перейти в состояние крутости. И вот Джон Эйков все эти приемы знает. Мы книгу прочитали и в «Читай быстро» тоже уже эти приемы знаем, а вы через 600 секунд, возможно, тоже будете знать. Вина сегодня не будет, несмотря на то, что книга достаточно неплохая, и вместе с ней надо было бы открыть бутылочку хорошего вина, но вкуснейший герстер Минара 17-го года, потомится и ждет своего часа в холодильнике, и будет уже, видимо, со следующей книгой через неделю, а этот запишется так. Давайте перейдем быстренько к десяти фактам, трем задачам, чтобы не затягивать. Устаревшая заворядность. Очень длительный период времени жизнь большинства успешных людей проходила по одинаковому сценарию с точки зрения применимости разных этапов в этом сценарии. Значит, любой успешный человек проходил в возрасте 20-30 лет период обучения в какой-то сфере, которой он хотел заниматься. Дальше с 30 до 40 лет он мог определяться с несколькими сферами и выбирать одну. С 40 до 50 лет он оттачивал свое мастерство и с 50 до 60 достигал уровня эксперта. Потом наступал период передачи опыта и, собственно, отход от дел, наслаждение жизнью. Джон говорит, что сегодня можно пройти все эти этапы гораздо быстрее, не тратить на них период в 40 лет. И поскольку вы пройдете все эти этапы быстрее, то и наслаждаться жизнью сможете уже в каком-то молодом возрасте, передав опыт следующим поколениям, в возрасте условном 40 лет. Я считаю, что этот тезис сейчас как никогда имеет право на существование по одной простой причине. У нас постоянно увеличивается плотность информационного потока и постоянно увеличивается плотность событий. То, чему раньше мы обучались десятилетиями, сейчас эти знания устаревают уже за несколько лет, не говоря о том, что нужно учиться этому несколько лет. Особенно хорошо это заметно в сегменте высоких технологий, в айтишном сегменте, в научном, в медицинском. И поэтому для достижения уровня эксперта вот в таких наукоемких сегментах вам теперь нужно гораздо меньше времени. Но обратная сторона медали заключается в том, что за тот же самый путь, который вы проходите гораздо быстрее, вы должны преодолеть гораздо больше препятствий из-за вот этого вот плотного информационного и событийного потока. Это второй факт. Самое большое препятствие это как раз шаг вперед. То есть тот самый первый шаг, с которого начинается ваш первый этап обучения в каких-либо различных сферах, и дальше вы там выкристаллизовываетесь в знания, оттачивание мастерства, экспертности, передача опыта. Так вот, для того, чтобы преодолеть так называемый ужас перед стартом, вам нужно справиться с двумя ограничениями. Это страх и излишнее планирование. Страх провоцирует неуверенность в собственных силах, убеждает отступить, говорит, что нет сейчас, а, не подходящее время, б, нет подходящих знаний, не те условия и так дальше, в общем, не нужно. Преодолеть его можно, начав действовать, и для этого нужно делать первые шаги незначительные, потому что таким образом вы исключаете риск существенных потерь. Мы еще будем сегодня об этом говорить, но, в общем, это психологический такой прием, когда вы делаете маленькие шаги, то если все, условно говоря, навернется в какой-то момент, то вы не поставили всю свою жизнь на кон и, в общем-то, переживете этот момент и начнете делать первый шаг в каком-то другом направлении. А вторая вещь, второе ограничение, которое не дает вам двигаться вперед и создает вам препятствия, это излишнее планирование. Мы все страдаем гигантоманией, и об этом будет следующий слайд, но мы очень хотим досконально, в общем, такой себе фрик-контрол, досконально просчитывать ситуацию, в которой мы находимся, результат, который мы должны достичь, как мы его будем достигать. И, в общем-то, это и хорошо, но излишнее планирование именно на старте плохо, потому что вот эти все доскональные просчеты, они невозможны, и у вас динамично, особенно динамично сейчас меняется ситуация вокруг, возникают какие-то новые возможности, новые угрозы, поэтому долгосрочные планы, они хороши и нужны, но только когда вы там в своем продукте-бизнесе выходите на условное плато и на нем хотите дальше существовать. Когда же вы только стартуете, долгосрочные планы, как правило, будут вам мешать вовремя стартовать. Поэтому не страдайте гигантоманией, говорит Джон Нейков, не создавайте с чистого листа революционный продукт, который изменит жизнь всех вот здесь и сейчас, и продумывайте его так глобально, что год только посвящайте тому, чтобы этот продукт описать, начинайте с малого. Это и есть третий факт. В общем-то, интересный факт, приведенный в книге, о том, что у людей, переживших какие-то трагические события, или я еще считаю, что у людей, которые перенесли какую-то персональную обиду, она жизнь, как правило, кардинально меняется и меняется быстро. Остальным же для того, чтобы трансформироваться, нужно какое-то время, и поэтому сложно представить, что вы очень быстро за короткий срок каких-то кардинальных достигаете результатов. Вместе с тем у нас есть такая склонность хвататься за все сразу и пробовать себя сразу в нескольких направлениях, параллельно бросая тут же то, что мы начали. И автор говорит, что не нужно этого делать, вот вместо того, чтобы за все это хвататься, начните с 30 минут в неделю, уделяйте только одному какому-то действию, одному какому-то оттачиванию, одного какого-то навыка, вашему хобби или личному делу, которое вы уже распланировали, по возможности делайте это в утреннее время. И тогда вот эти незначительные шаги, ежедневно повторяющиеся, возводящиеся в статус ритуала действия, они станут как раз началом преодоления ежедневной заурядности, вот того самого автопилота, про который очень во многих книгах говорится, который мешает вам жить осознанно. Ну, по поводу утреннего времени и его особенностей, я могу только порекомендовать отдельно почитать вам Робина Шарму «Клуб 5 часов утра», недавно был у нас обзор, и также Хел Элрот с книгой «Магия утра», у нас тоже был обзор на эту книгу, ссылка, как водится, в описании, и если уж вы сейчас начнете спускаться в описание под этим видео для того, чтобы найти ссылки на «Клуб 5 часов утра» и на «Магия утра», то тоже обязательно подпишитесь, пожалуйста, на канал, там какой-то прямоугольничек со словами «подписаться», колокольчик нажмите, ну и, может быть, комментарий оставите, то зачем вы обычно приходите на YouTube. В общем, вот эти два автора, Шарма и Элрот, они вдвоем раскрыли тезис про утро максимально полно, но там на практических примерах показали, что начинать нужно не только с малого, но и с раннего. При этом всегда нужно делать только то, от чего вы по-настоящему кайфуете, потому что это позволит вам не выгорать на продолжительном периоде времени, об этом мы тоже очень часто в «Читай быстро» говорим, потому что невыгорание важно и возможно только тогда, когда вы эмоционально привязаны к тому, что вы делаете, и получаете от этого абсолютнейшее удовольствие. Помогут вам в этом, как ни странно, хлебные крошки. И наша проблема заключается в том, что мы перегружены какими-то обязательствами, информацией и общественным мнением. Исходя вот из этих трех вещей, обязательства, информации, общественное мнение, нам кажется, что мы знаем, в какую сторону нам нужно двигаться и чем нам нужно заниматься. На самом деле этого совсем не так, потому что у каждого из нас есть любимое дело, и как правило занимаемся мы абсолютное большинство времени вообще не этим любимым делом. А мы там абсолютное большинство времени учимся тому, чего хотели бы от нас родители, или ходим на ту работу, которая просто позволяет нам закрывать текущее наше обязательство, и так дальше. И Джон говорит, лучше остановитесь и задайте себе один вопрос, что я не могу перестать делать? Вот то есть что вы делаете, что доставляет вам такое удовольствие, что вы ни при каких условиях не хотите это бросать и не можете перестать это делать. Это и есть те самые хлебные крошки, которые вы, как Ензель и Гретель, должны рассыпать вокруг себя, чтобы в нужный момент найти правильный путь и продолжить движение именно по этим крошкам, именно в этом направлении. И на самом деле рассыпать хлебные крошки не так-то, в общем-то, и легко, потому что, ну, это легко так сказать, найди просто то, без чего ты не можешь, и занимайся этим. Но вы же до конца не можете ответить себе честно на вопрос, что важно, а что нет, потому что на вас давят какие-то третьи стороны, внешние обстоятельства, настроение у вас меняется, приоритеты жизненные. Сегодня вы почитали одну книгу и хотите делать одно, а завтра вы посмотрели новости и хотите делать другое. Соответственно, сыпать эти крошки вы будете повсюду. В этом как бы заключается сложность этого приема. Но именно они могут помочь вам найти внутренний стержень, который позволит вам двигаться в правильном направлении и дальше уже развиваться именно в этом направлении, двигаясь по хлебным крошкам. В общем, это все поможет вам сделать самопознание. То есть вы отсекаете вот эти все внешние факторы и честно, не сразу, но пытаетесь разобраться в себе. Самопознание – это есть пятый факт. В общем-то, Эйков, как и мотивационный спикер, тут же хает все мотивационные книги, говорит, что там везде одинаковые рецепты успеха для всех, так уже не работает, это неправильно, каждый из нас индивидуален, любой человек – личность, и она должна, эта самая личность должна формироваться на основе, во-первых, заложенных каких-то качеств, во-вторых, на основе восприятия текущей действительности и, в-третьих, на основе уже полученного опыта. И для того, чтобы вам сформировать какой-то персональный план действий, вы должны проанализировать себя, вот эти ваши заложенные качества, дать оценку действиям, которые вокруг вас происходят, проследить, каким они последствиям могут привести, какая реакция организма, ну и ваша, собственно, ментальная реакция какая будет, и это все еще сдобрить опытом, и тогда на стыке вот этих вот всех качеств вы сможете получить ваше личностное какое-то ощущение, чего же вам на самом деле хочется в долгосрочном перспективе, чем вы будете заниматься и кайфовать, и, соответственно, подредактируете свой путь. Мне это не страшно, это шестой факт, ничего страшного в том, что вы выбрали один какой-то путь, и потом решаете его немножечко поменять. У стартаперов есть такое определение, оно называется пивот, это когда вы делали какой-то один продукт, но потом в процессе создания этого продукта поняли, что вы занимались вообще не тем, и, собственно, разворачиваете компанию там кардинально на 90, 180 или 360 градусов, ну 360, нет, на 90, 180 градусов двигаетесь совершенно в другом направлении. Точно так же и в жизни у вас может быть редактирование пути, потому что вы меняете изначальные цели. Но при этом помните, что вот влияние социума велико, и вы будете сбиваться с изначального курса, и стать незаурядной личностью, это задача, знаете ли, не одного дня, поэтому, да, нужно делать то, что приносит радость, но конечный результат не должен быть для вас наградой, потому что тогда вы просто оглянетесь и увидите за собой выжженное поле. И после получения такой награды в виде конечного результата или конечного результата в виде награды обязательно придет разочарование и опустошение. Вам это не надо, потому что времени не так уж и много, чтобы тратить его еще на разочарование и опустошение. И Джон говорит, обращайте больше внимания на ваше внутреннее состояние, а не на внешний результат. Если дела идут не очень хорошо, но вы при этом кайфуете, то, ну, может быть, может быть, подкорректировать будет гораздо легче, чем сейчас эти дела, чем сейчас полностью разворачиваться и делать так, как велит вам какая-нибудь книга или образование, или ваши там советники, аудитор или кто-то еще, но при этом вы будете несчастливы. И именно редактируя путь, вы приобретаете опыт. Это седьмой факт. Очевидно, что опыт нельзя купить, его можно только приобрести. И очевидно, что для того, чтобы стать профессионалом, нужно много тренироваться. Малкольн Гладуэл, 10 тысяч часов. Если не в каждой книге, то через каждые две книги мы вспоминаем эти моменты, про то, что, в общем-то, тренировка и постоянное приложение усилий это единственный способ стать профессионалом своего дела. И есть несколько способов оттачивания мастерства. Джон говорит, что вы можете заниматься волонтерской деятельностью, вы можете работать на неполный день и параллельно заниматься тем, что вам нравится, что приносит удовольствие. А можете следовать за лидером в качестве ученика. Мне это один из самых, наверное, удобных способов, особенно сейчас, когда все кругом учат всему. И, в общем-то, выучиться... Ну, тут единственная проблема белого шума и того, что вам действительно нужно найти человека, который является мастером в том деле, которым вы хотите заниматься, а не выдает себя за такого. Самое главное, что взрастить из себя эксперта невозможно без длительных регулярных тренировок. И поэтому на этом пути вы... Одна из основных задач будет не потерять азарт в погоне за мечтой. Для этого сочетайте работу с отдыхом, перезагружайтесь, наполняйтесь энергией и помните о губительности славы. Обязательно, если вы все делаете правильно, если вы все делаете системно, хорошо и регулярно, обязательно наступит этап, который называется уборка урожая. Ну, судя из названия, это какая-то такая... Хороший период, когда вы пожинаете плоды своей деятельности и вам кажется, что можно расслабиться и, в общем-то, снова прийти к заурядности, говорит нам Джон Эйков. Это те самые медные трубы, наверное, о которых говорится в поговорке, но тут важно помнить, что, во-первых, сохраняйте истинное я, во-вторых, впечатление окружающих о человеке, будет у него 10 или там 100 или 1000 последователей, не всегда соответствует реальности. И главное, не подыгрывайте ожиданиям общества, а следуйте дальше своим путем. Пройдите вот это, помните о том, что слава губительна, пройдите этот период голодным и снова возвращайтесь на этап хлебных крошек, поиска того, чем вы хотите заниматься и создание там нового опыта, нового бизнеса, нового себя. При этом все время отдавайте себе отчет в том, что как только вы захотите, достигнув какого-то уровня мастерства, захотите расширить бизнес или там переключить свое внимание, в этот момент вам нужно задуматься. Айков говорит о том, что незаурядность, ну он все время приводит слово незаурядность как синоним слова успешность, наверное, она связана не с количеством, а с качеством. Когда вы что-то делаете круто, отказываетесь от идеи, меньше уделять этому времени, больше времени тратить на какой-то другой род деятельности. Потому что, ну Айков говорит, в любой такой момент задумывайтесь над тем, нужно ли вам это на самом деле, потому что вы это время, во-первых, можете уделить тому, чтобы стать еще чуточку лучше, во-вторых, вы можете уделить это время семье, хобби и тому, чтобы перезагрузиться и, в общем-то, пройти любые тяжелые периоды, которые могут у вас возникать еще более в ресурсном состоянии. Поэтому помните о том, что важно качество, а не количество, ну и подготовьтесь к передаче опыта. То, чем мы, наверное, немножко занимаемся в «Читай быстро», передаем опыт, то, чем очень многие сейчас успешные люди пытаются заниматься, облачив это в формат каких-то марафонов, курсов, личного менторинга и коучинга. Ну, в общем, психологически это звучит так, что, эта тезис звучит так, что помогать другим приятно. Это дарит в первую очередь радость вам от того, что вы смогли быть полезным, который является залогом незаварядности. И поэтому это с одной стороны, а с другой стороны, если вы обучаете кого-то, то вы совершенствуетесь сами, вы там учитесь структурировать мысль, доносить ее правильно. И Эйков говорит, что если вы осознали, что у вас есть опыт, то в этот момент делитесь им, не ждите удобного момента, он там никогда может не наступить. Но при этом, если у вас этого опыта нет, не нужно из себя строить эксперта, это рано или поздно раскроется, говорите правду о своих успехах и неудачах, не нужно рассказывать только о позитивной стороне, о том, как у вас все здорово, таких людей без вас хватает. И нет единого рецепта, каким способом делиться опытом. Делайте это так, как вам это удобно и как это удобно тем людям, с которыми вы пытаетесь поделиться опытом. Но если вам есть что сказать, обязательно это делайте, потому что, возможно, кому-то это позволит стать чуточку лучше, чуточку быстрее, и он пройдет вот тот самый путь из первого факта максимально быстро и сможет стать благодаря вам счастливым. Такие быстрые 10 фактов из книги Джона Эйкова. Начни! Три задачи. Если вы слушаете подкаст первый раз, то я вынужден тем, кто слушает не первый раз, в сотый раз, напомнить о том, что мы в «Читай быстро» все задачи из книги записываем в букнот. Мы туда, в общем-то, и факты записываем, но задачи особенно. Букнот – это такой блокнот для осознанного чтения. Больше о нем можно узнать по ссылке «буква.info.blog.buknot» или зайдя на сайт «bukva.info», там вы, в общем-то, его легко найдете. Это мы такой придумали блокнот специально для чтения нонфикшн-литературы. «Читай быстро», он спрятан в чехол, красивый, серый или красный, и внутри все разлиновано так, чтобы вы могли выписать название книги автора, выписать основные факты, которые вам понравились из книги, и на основе этих фактов сформулировать себе три задачи. Это конкретные, измеряемые, конечные, понятные задачи, которые нужно пойти и сделать после того, как вы закончили читать книгу. Это делается для того, чтобы из каждой прочитанной книги вы получали максимум полезности. Если у вас нет букнота, то, в общем-то, это можно делать где угодно, можно делать в телефоне, можете на чистом листе, но главное, чтобы вы там не потеряли этот лист. В букноте удобно, и есть ощущение, что для любителя чтения это один из самых неплохих подарков на какие-нибудь предстоящие праздники. Итак, три задачи из книги. Значит, первое, хлебные крошки с помощью еженедельного ведения дневника. Я себе запланировал раскидывать вокруг себя хлебные крошки для того, чтобы понять, без чего я не могу в действительности. Это подводя итоги недели, пока свежие воспоминания, что драйвило максимально, что приносило максимум удовольствия, какие-то вещи, которые, наоборот, выматывали и эмоционально прибивали. И, в общем-то, на этом всем, постоянно записывая и проговаривая, через какой-то промежуток времени, я надеюсь, выкристаллизуется то, чем я хотел бы заниматься больше всего на свете. Второе, не увеличивать количество проектов, чтобы не страдало качество текущих. Никаких новых больше не брать, как бы не хотелось, никуда не распыляться, никакие саб-проекты, под-проекты и маленькие проектики тоже. И три, не страдать гигантомантией при разработке продуктов. Любая проверка гипотезы только на MVP, минимум, минимум, вейлибл продукт, минимальная жизнеспособная версия продукта. Максимальный, быстрый процесс разработки и максимально быстрый процесс валидации идеи. Если все взлетает и все работает, то дальше уже смотреть, как это масштабировать, но не усложнять все на первом этапе. Такими были быстрые 10 фактов, 3 задачи из книги. И начни через неделю. Да, это проект «Читай быстро», буква.инфо. Конечно, приходите к нам на сайт, добавляйте его в закладки, проверяйте скорость и осознанность чтения буква.инфо.рапид. Можно выбрать любой, вернее, система выберет вам любой текст, вы его прочитаете, она замерит, за сколько времени вы это делаете, потом ответите на 10 вопросов по тексту, и дальше система рассчитает вашу скорость и осознанность чтения и выдаст рекомендации персональные по тому, как ее улучшить. Обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг вы еще этого не сделали, ставьте палец вверх или ставьте палец вниз, но не хотелось бы, конечно, если можно. Колокольчик, комментарий про книгу, про мотивационных спикеров и про то, действительно ли так вам сложно сделать первый шаг или все это ерунда и вы этих первых шагов каждый день по 100 штук делаете. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, все про софт-скиллы, про эмоциональный интеллект, про построение команд, тайм-менеджмент, вот это вот все у нас на блоге, приходите, тоже будет интересно, если вам, если вам будет интересно, то приходите, почитайте, ну и инстаграм буква точка инфо. Увидимся через неделю, новый я, новые вы, новая книга. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока. Субтитры создавал DimaTorzok